Друзья, остановите меня пожалуйста в любой момент. Стоп, к примеру, сказали вы здесь. И запомните, пожалуйста, выбранную вами карту. Запомнили? Окей. Уберу я ее вот так вот в серединку и как следует колоду перемешаю. Теперь для того, чтобы сделать полный хаос, я переверну одну половину колоды лицами вверх. На одну оставлю рубахами вверх. И также между собой весь этот бардачок я перетасую. То есть вот такое вот дело у нас получается. И еще раз все это затасуем, чтобы все вообще было у нас вверх тормашками. Обратите внимание, здесь у меня картинка, здесь рубашка. Здесь наоборот, здесь картинка, здесь рубашка. Есть места, где тут картинка, тут рубашка. Есть где, ой, это уже было. Есть где рубашка к рубашке, даже такое попадается. А есть где картинка внизу. То есть в колоде полнейший бардачок. Но щелкнем-ка мы разочек пальчиками и разложим все наши карты. И все карты возвращаются лицами вниз, кроме одной карты. Той самой, которую вы запомнили. Итак, друзья, как выполняется этот трюк? Трюк этот, как вы уже поняли с названия, принадлежит Даю Вернону. Взывается он Вернонс Шафл Триумф. Итак, Вернон, значит, исполнял у нас различные триумфы. И этот вот триумф тасовкой. Значит, пролистываем колоду. Зритель говорит, стоп, в любой момент. Даем ему запомнить карту. Зритель запоминает. Это у нас 8 червей. Мы ее берем и кладем вот так вот посередине колоды. И накрываем. Далее нам эту карту необходимо сконтролить наверх. Как именно? Когда я забираю эту карту, точнее задвигаю в колоду, я задвигаю не так вот ровно, а я задвигаю вот так вот. У меня рука уходит одна. Поэтому получается, что она вот так вот у меня сдвигается. Видите? После чего я ее, естественно, подгибаю вот так вот и бах, вытаскиваю. Соответственно, вот у меня эта карта наверху. Далее перетасовал. Она сохранила свою позицию наверху. Далее делю половину колоды и одну половину разворачиваю лицами вверх, одну лицами вниз оставляю. Но карта зрителя у меня здесь наверху лежит. Итак, теперь нам необходимо перетасовать. Советую вам вот эту часть, которая лицами вверх, стасовать вот так вот побольше и только потом начать тасовать оставшиеся карты. Вам потом будет проще. Что именно проще? То есть, когда я задвигаю, я беспалево быстренько вот эту верхнюю часть вот так вот задвигаю наверх. Видите? Здесь у меня торчат эти карты, а здесь у меня торчат вот эти карты. Что мне это дает? Вот. А это дает, то есть, я когда задвинул их, да, вот так вот, типа, я их беру и выдергиваю. А эти карты кладу наверх, но вот эту карту опять сдвигаю чуть на себя. Верхнюю. То есть, это карта зрителя. И вот эта часть здесь везде, значит, одни у меня лица вверх. Значит, я подснимаю ее, раз, снова загибаю, вывожу наверх, то есть, у меня вот она наверху. И после этого погнал фальшивую тасовку лестницу. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Что сейчас я имею? Я имею наверху карта зрителя, а вся колода у меня разложена вот таким вот образом. Итак, я убеждаю зрителя в том, что в колоде бардачок. А именно, показываю ему часть, где сверху картинка, снизу рубашка. Это я беру примерно две трети колоды. Далее я беру примерно одну третью колоду и показываю, что здесь картинка, здесь рубашка. После чего расслабьте руку и просто возьмите колоду. Просто расслабьте. Вы возьмете на том самом месте, где рубашка к рубашке лежат. После чего вы говорите, что есть места, где рубашка к рубашке. Эту часть переверните и держите. Не надо ее потом будет возвращать вот так. То есть, она у нас держится в руке вот так. Показываем низ, говорим, видите, а здесь наоборот, здесь у меня картинки. Кладете на место картинки, но теперь это возвращаете не вот так вот, а просто подхватываете и кладете сюда. Что в этом результате у нас получается? А в результате получается, что все карты у нас возвращаются, значит, рубашечками вверх. Кроме одной карты, карты зрителя. Вот такой вот фокус.